Я им писала, что ко мне приходили два молодых человека, а они опросили только одного. Я им пишу, что это как бы группа лиц, мне нужно установить обоих, а они опросили только одного этого молодого человека. То есть как бы тоже тут вот момент сознания неправильно был проведен, я так считаю. Смотрите, ну я не знаю, если вы смотрели мое видео, все, менты не работают от слова совсем. Без обращения в суд не обойтись, почему? Потому что, ну они по такому принципу работают. Поэтому я вам предлагаю сделать следующим образом. Весь материал, который у вас есть, в том числе данные вот этого товарища, скиньте мне. Сделаем шаблон искового заявления, очень коротенько я напишу, только для того, чтобы возбудить рассмотрение дела, чтобы в процессе мы бы уже выяснили, что, чего и как. Органы будут там, суд будет истребовать, суд также будет истребовать материалы дела из полиции, из прокуратуры, потому что вам это сделать гораздо сложнее будет. А когда суд будет запрашивать материалы проверки и тому подобное, это будет гораздо проще. Мы, скажем так, через судебную инстанцию сможем владеть всей необходимой нами информацией. Более того, заявлять ходатайство, и суд будет пинать этих ментов и тому подобное. То есть это затянется на длительное время, но сможем хоть что-то сделать, понимаете? Потому что иначе получается, что он вам в лицо будет смотреть, там по телефону смеяться и говорить, да мне ничего не будет и все, понимаете? А менты ничего делать не будут, потому что нет органа, который бы их чего-то заставлял делать. Прокуратура это вот тоже игнорирует. Вот единственный способ через суд, плюс через придание какой-то огласки этой ситуации будут напрягаться и все-таки они начнут работать. Угу. Так, ладно, хорошо. Так, скажите мне, пожалуйста, еще важный вопрос. Вот наше взаимодействие, оно сколько будет стоить, это немаловажный вопрос. Я понял. Давайте сделаем так, поскольку дело мне это интересно, от вас я ничего не возьму, но мы заявим какие-то ваши судебные расходы, сделаем так, что вы их понесли и вам их полностью возместят. То есть в любом случае вы не потратите ни копейки. То есть я берусь за это дело только ради хайпа, ради интереса, ради того, чтобы наконец вот этого человека наказать. Потому что иначе вот эта безнаказанность, она вот порождает то, что на Авито очень много мошенников, к сожалению. Да, 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 да. Это точно. Публично, таким образом, если мы кого-то накажем, думаю, это приведет к каким-то положительным результатам. И сотрудники полиции начнут тоже как-то работать более-менее нормально. Просто видите, как бы получается, что я не одна обращалась, еще были обращающиеся на него, но полиция проигнорировала этот факт и как бы не подтянула. Как вот сделать так, чтобы замкнулись вот эти обращения все в одном месте, то есть неоднократно он вот это вот все делал. То есть так вот. Мы делаем следующим образом. Вот вся информация, документы, то-то-то-то, это все будет как доказательство по гражданскому делу. То есть по тому иску, который мы заявим. Вы будете истец, я ваш представитель, мы будем в суд истребовать доказательства, вызывать свидетелей, ну то есть потерпевших, чтобы суд сам пришел к выводу, что здесь нету гражданского спора и вынес частное определение ментам, чтобы они рассмотрели вопрос о возбуждении уголовного дела. Ну, я говорю, это надо в процессе все смотреть, как, чего, какие доказательства мы соберем. Я с них только диагностику хотела, они мне тут и за ремонт деньги вымогают. Вот как будет соль всей ситуации. Ну, здесь, на мой взгляд, есть признаки мошенничества. Вот как мне видится ситуация со стороны, то, что описывает мне супруга. Да, пришли мастера, соответственно, была ситуация с перемороженной камерой, да, соответственно, не дожидаясь разморозки этой камеры, вы вынимаете у нас какую-то деталь, хотя бы, возможно, может быть, при разморозке этот вопрос бы, скажем так, решился бы самим собой. То есть вы у нас изымаете какую-то деталь, везете ее куда-то там на диагностику. Акта мы с вами никакого не подписали, да, о том, что вы у нас что-то извлекли, забрали, и что-то будете с этим делать. Сейчас вы уже, грубо говоря, так, прицениваясь полпотолок, сколько можно людям сказать, все равно они не проверят. Вы мне называете, что вы выполнили какие-то работы без согласования, соответственно, с моей супругой, которая, в общем-то, как бы четко и ясно дала вам понять, что она хотела бы предварительно, прежде чем принимать какое-то решение, согласовать стоимость этих работ. То есть вы вот как-то вот по всем вашим действиям, ну, как-то, как-то у меня прям сомнение, что вы... Простите, я понимаю, где-то у вас, скорее всего, сами нарушилась связь, там, парень, потому что вы меняете информацию, то, что, да, поступило много людей, и то, что его надо как-то вот приезде сделать, то, что было озвучено, то, что ремонт может 20 дней, да, скажем так, занять, и то, что... И что вы подгоняете стоимость под то, что вам озвучили, что ли? Подождите, подождите. Делать скидку, да. Это просто я знаю информацию, да, просто вы просиливаете вашу ситуацию. Молодой человек, молодой человек, не надо входить в нашу ситуацию, мы у вас заказываем определенные услуги, вы нам эти услуги оказываете. По всему тому, что вы мне сейчас озвучиваете, у меня такое ощущение, что, в общем-то, может быть, у нас и все в порядке было, мы-то не можем сейчас проверить, действительно ли вы выполняли какие-то работы. Почему? Экспертизу заказать? Вы машину, когда сдаете, да, на ремонт, вам же сначала делают диагностику, потом озвучивают, скажем так, приз-курант возможных, стоимость возможных услуг и тех деталей, которые необходимо будет заменить. А вы сейчас уже, скажем так, выкручивая руки, звоните нам и говорите, что вот у вас там работа, мы уже все сделали, мы такие молодцы, и еще вот мы идем вам на встречу, делаем еще какую-то скидку. Ну, вы серьезно? Ну, как бы так не делается? Хорошо, давайте теперь по каждому пункту я вам отвечу. Давайте, я слушаю. А вы, а вы что-то уже заменили детали? А вы какие детали заменили? А вы какие детали заменили? Откуда я уверен, что вы поставили мне новые детали, не бэушные, или вообще, скажем так, не произвели некие манипуляции, которые бы выглядели как ремонт, и чтобы вот любая экспертиза, как вы говорите, могла сказать, что да, это был выполнен ремонт. И я к чему говорю? Возможно, вы это и делали. И просто вы, скажем так, в корне нарушили вот ту правильную хронологию действий, которая у нас с вами должна была быть. И теперь вы заведомо нас уже ставите, вот, ну, я сомневаюсь, например. Хронология действий законодательно закреплена, между прочим. Вот нам если поступает на ремонт какая-то деталь, и там есть комментарий. Вам ничего ни на ремонт не поступило, вам поступило на диагностику. Я изначально вам сказала, диагностика, меня интересует диагностика. Я спрашивала про диагностику. Мне не интересовал ремонт. Мне нужна была диагностика и стоимость ремонта. Я должна была выбрать. Я покупаю новый холодильник или старый, чиню. Вот что мне надо было сделать. Мне, может быть, и ремонтировать его не надо было. Мне нужно было право выбора. Я вас изначально об этом предупредила. По телефону 56 раз сказала. Сегодня сказала, прежде чем ремонтировать, мне дайте цену. Что вы мне сейчас цену выставляете? Я сейчас заявление в полицию и напишу, вы мне как миленький притащите мою плату и поставите на место. Решайте вопрос сейчас же. Подожди, не хочу. Владимиру Владимировичу Путину можете написать, но так с нами разговаривать не надо. Мы сейчас прибернемся сюда, как был ваш модуль, и потом идите покупать новый холодильник. Вы уже сейчас немножко калку перегибаете, какие-то вопросы угрозы непонятные. Я вот вам говорю, нам, где-то, как мальчик, кто-то будет учитывать. Давайте вы со мной будете, смотрите, значит. Потому что какие-то угрозы... Нет, вам никто не угрожает. Моя супруга высказывает мнение о том, что она не уверена в том, что делали вы эту работу или не делали. А по поводу того, что вы нам сейчас предлагаете вернуть наш модуль якобы в старое состояние, когда оно, по вашим словам, было неремонтопригодное. Это тоже, знаете, такое вот... Откуда я знаю? Может быть, оно было бы... Мы паиваемся рельефные переносаторы, которые там где-то ставят обратно, даже в вашем случае выставят, все просто вам выдается. Молодой человек, в вашем состоянии скоро у нас будет новый холодильник при обращении в суд. Просто вам было озвучено. Если вам было озвучено, в вашем случае от каждого ремонта тысячи рублей стоит. А вы нам дали возможность отказа от ремонта? Вы чего иду? Тысячу рублей вы тогда оплачиваете. И вы нам даете новую плату без ремонта? Вы нам даете новую плату без ремонта? Вы нам сейчас хотите тысячу рублей, чтобы мы вам заплатили? И вернули вы нам отремонтированную плату? А мне нужна новая, потому что моя ни разу не ремонтировалась. Вы сможете это сделать? Я вам заплачу тысячу рублей. Что? Что? Вы не слышите себя вообще? Вы адекватный? Молодой человек, я вас хочу предупредить, что я записываю разговор, поэтому будьте, пожалуйста, деликатно, предельно внимательны. Эта запись пойдет, сами знаете куда. Я вас предупредила. Юридически данный наш разговор сейчас правомерен. себя более адекватно ведет. Чего более адекватно ведет, дайте, пожалуйста, Юре трубочку. С вами невозможно. Дайте диалог какой-то. Он какой-то монолог. Вы не слышите, по словам говоря. Не хотите слышать, скажите, слушайте. Скиньте мне, пожалуйста, на электронную почту ваши ИНН и... Юр, попроси, пожалуйста, эти ликвизиты. Я сначала, извините, конечно, да, там каждый, конечно, клиент дорог, но мне мои нервы дороже. Если где-то произошло недопонимание, я крайне сожалею, что так получилось. И дальше что? Плата на ремонт, не на диагностику. Нет, вам отправляли, вот ввиду того, что мы с вами, скажем так, не составили какой-то акт, да, о том, что мы направляем вам какую-то деталь на диагностику либо на ремонт. Вот мы сейчас можем трактовать как угодно, но лично я четко понимаю и знаю, что забирали деталь на диагностику, а сейчас вы уже говорите о том, что мы все произвели, мы все отремонтировали и, соответственно, с той прицелкой на какую-то сумму, которая была услышана вашими там коллегами, вы мне озвучиваете какую-то сумму и, скажем так, с барского плеча вы мне еще делаете какую-то скидку, да, там, до суммы 5-700. Ну, вы понимаете, что в корне... Да. Попросите, мастерателем, что вы сказали. Понятно, ничего. Так, пока кто-то не делает. Вот еще, как он смотрел. Смотрите, идет как можно быстрее, маленькие дети. Да не надо, да не надо вот про детей. У нас, ну, все такие студенты мы делаем. Во-вторых, то, что, сделать максимально оперативно. Мы могли бы 50 модулей сделать, в автрии, сделать через 2-3 недели, да, как это делается для других сервисов, скажем так, и, ну, скажем так, не идти никак на встречу. Потому что я тут вообще не понимаю, да, что нас на трассе сделать как можно дырее, подешевле, да. Я все поняла. Скажи наименование организации. Если вы не согласны, давайте сейчас подытожим. Если вы не согласны, ну, все, возвращаем в нас, все, выплачиваете диагностику, скажем, тогда... Нет, 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 молодой человек, так не пойдет. Назовите, пожалуйста, вашу организацию. Как называется ваша организация? Как называется ваша организация? Ну, мы самозанятые, на стиране. Ну, ИП, ИНН, вы что, не имеете никак... Это по сравнению налогообложения. Я поняла. Ну, так ваши реквизиты какие-то можете мне сказать? ИНН, пожалуйста. Давайте. Какой, говорите? Ну, я, я не мастер, я не буду вам свой ИНН говорить. В смысле? Я пользуюсь вашими услугами, вы, получается, незаконно вторглись в мое жилище, сняли у меня плату с холодильника и ушли? Я, я у вас не буду вообще слушать, стоите, изначально. То есть, некие люди от вас, некий, это ваш номер телефона? Молодой человек, это ваш номер телефона? Нет. А чей? Это телефон Сергея. А вы кто? Я, другого знакомого коллега, вместе занимаюсь ремонтом. То есть, вы вместе с ним занимаетесь ремонтом, у вас общая деятельность? У нас? Да, у вас совместная деятельность? Мы можем сказать кооператив. Кооператив. То есть, вы, тем не менее, имеете отношение к этому номеру, правильно? Нет. Ну, вы сейчас с нами разговариваете, ведете диалоги. От лица самозанятого? личного номера? Могу сейчас позвонить на свой личный номер и, может быть, с вами какие-то, может быть... Нет, меня интересует этот номер, с кем я сейчас общаюсь. Я обратилась с заказанием услуг. Вы вообще никуда уходите, вы сейчас просто и не... Я завтра иду в полицию писать заявление. Молодой человек, вы меня не слышите, что ли? Мне больше не о чем с вами говорить про холодильник. Я буду писать заявление, и потом прокуратура разберется со всем, кто кому что должен. И когда у меня финансовая ситуация не зависит, когда у вас в основном я хочу вас предупредить, что судебные издержки несет проигравшая сторона. Поэтому, прежде чем со мной дискутировать и беседовать о чем-то, задумайтесь. Сейчас запись ведется разговора. Я вас неоднократно об этом предупреждала. Давайте мы спросим сейчас Сергея, хозяина этого телефона. Вы можете позвать к телефону Сергея? Да. Позовите, пожалуйста, Сергея, который является самозанятым и собственником этого номера. Алло. Да, слушаю. Вы Сергей? Ну, да. Сергей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Галимов. Галимов. Сергей, это ваш номер телефона, на который я сейчас звоню? Да, это мой личный номер. Это ваш личный номер телефона. Хорошо. Скажите, пожалуйста, это вы оказываете услуги по ремонту бытовой техники? Да. Это ваш номер телефона на авито размещен? Это я вам лично звонила? Нет. А кому? Не знаю, это реклама. Ваш номер, вы узнали о моем заказе откуда? Я покупаю заявку. Вы покупаете заявку. То есть, вы целенаправленно купили мою заявку? Не целенаправленно, просто купил заявку. Но это были ваши намерения купить мою заявку, верно? Нет, это просто мое намерение получить работу. Все верно. То есть, вы купили заявку, это были ваши намерения с целью получить прибыль, верно? и оказать услугу человеку, которому она необходима. Все, мы поняли. Вы являетесь самозанятым? Да. Да. У вас это оформлено официально? Конечно. Конечно. Вы можете назвать реквизиты вашей организации? Я самозанятый. Я понимаю, но это у вас как-то, у вас же налогообложение, вы же как-то оформлены, как самозанятый. Конечно. Скажите реквизиты вашей самозанятой организации. Подождите. Я самозанятый человек. Подождите. Сергей. Сергей, ну смотрите, скажем так, наше возмущение, вот, мы просто тоже, скажем так, в определенной области трудимся, да, и вот наше возмущение, наше возмущение, оно обусловлено, Сергей, Сергей, наше возмущение обусловлено лишь тем, что, скажем так, то, о чем с вами устно договаривались, невыполнено. То есть вы без нашего веда, мы уже сделали какой-то ремонт, и сейчас нас перед фактом ставите, что вот такая-то... Смотрите, если я вас неправильно понял, вы меня тоже простите. Мы первый раз вечером к вам приехали, по 10 часов вечера с Ильей. Мы с вами беседовали, объясняли, что как может быть, перенесли кандидатом. На следующий день к вам приехал Илья. Объяснил, что как нужно сделать, чтобы вот этого не было, и что нужно посмотреть, и что может выйти из строя. Я думаю, он проверил датчики, техники и все остальное. А насколько я знаю, Илья не первый год работает в Сирии, он в любом случае вам все объяснил и сказал. Смотрите, Илья был со мной вместе. И пока я с детьми ходила в комнате, Илья просто взял и снял мозги. После того, как я пришла к холодильнику, Илья мне показывает снятую плату, я его спрашиваю, а зачем вы ее сняли? А он мне говорит, у вас цель не работает, значит, это точно что-то в электрике. Хотя на данный момент, когда он ее чикнул, еще ничего не было разморожено. И проверить что-либо, никакой возможности не было. Это раз. А во-вторых, я ему сказала, делайте диагностику и звоните мне. В первую очередь, проделайте диагностику и звоните мне о стоимости ремонта. Не надо ничего ремонтировать. Позвоните мне. И он мне сказал, что диагностика будет выполнена к вечеру. Ну и ремонт, соответственно, на следующий день. Мы обо всем с ним проговорили не единожды. Я четко понимаю, сколько денег у меня в кошельке и сколько я могу заплатить. И вот чтобы избежать ситуацию, которая произошла сегодня, я неоднократно говорила людям, вам, кому-то еще, еще кому-то, что не надо бежать впереди паровоза. Делайте диагностику и потом поговорим. Что получается сейчас? Вы уже сделали ремонт? Сейчас, что у нас с вами зазальное недопонимание возникло. Когда мы приехали, мы рассказали, что, как, где, вы говорите, блин, столько продуктов. Ну, примерно понимаем, да? Потом на следующий день я приехал, я думал, вы тоже разговаривали, вы тоже вообще беседовали о ремонте. Как это может, ну, зачем, ну, что это можно быстро сделать. Так они уже все умерли. Я сегодня три пакета вынесла, все на помойку. Все умерло. Что вы быстрее сделали? Вы свои выводы сделали какие-то? Сергей, подождите. Вы, конечно, молодцы, да, вот все так предусмотрительно, вот о нас заботитесь. Весь вопрос вообще и в корне, и вот вся ситуация, да, из-за того, что вы, вот, скажем так, нарушив вот этот вот определенный порядок, теперь, как бы, вынуждаете нас оплатить то, что нужно оплатить, и более того, мы сейчас, мы сомневаемся, Сергей, мы сейчас уже, в принципе, сомневаемся, мы сейчас, в принципе, сомневаемся, что что-то было неисправно. Возможно, просто вот он был заморожен, и, скажем так, вы, понимая, что мы, люди в этом ничего не знающие, быстро сняли вот эту вот деталь, не дождавшись заморозки, да, вдруг он заработает, погнали ее куда-то там на диагностику, да. У вас, опять, все перемерзло, вон в чем дело, а он же не замерзает, собственно, да, у нас испаритель, он не опускается. Да просто потому, что я, может быть, натолкала туда всякого говна теплого, вот оно и перемерзло, а не потому, что ТЭН был неисправен. Сергей, подожди, не знаю, откуда не берется, ладно? Сергей, да. Я не знаю никому к ремонту, я не замерзаю, как платье, что чего-то не нужно. Мы отговорили ранее, что мы делаем, мы ехали на швы, как сидел, сорвал место, потому что надо срочно, там продукты, турнир. Вот только вот, Сергей, подождите, вы сами выбрали, подождите, стоп, стоп, подождите, подождите, вы сами работаете в том режиме, в котором работаете. Мне, честно говоря, вот, это, вы нас, ну, вы прям так все выкручиваете, как будто вот вы ночью сорвались, поехали куда-то кого-то спасать, ну, давайте не будем. Я ничего не выкручиваю, говорю, вот сейчас, вот, я просто говорю, что во сколько, я подойти раз отмечаю, ты меня рада что-то вспомнить, потому что, ну, я, может, не помню что-то, да, и когда проговариваешь заранее, это все, грубо говоря, вот, суть в чем, я, ну, взял кнопочку, мне сказали, что мне надо что-то делать, сначала обсудим все с модельщиком, все хорошо. Никто не принуждает к ремонту. Просто понимаете, диагностика электроники, она не происходит вот так. Все, посмотрите, ага, вот это сгорело, вот это сгорело. Нет, есть определенное питание, по которому идут. Так, а мы не отказываемся заплатить за диагностику, если вы ее выполнили? Если вы правильно, вот, ну... Нет, так и поймите, нет, тут в чем? Тут есть очень тонкая грань между диагностикой и, как вы говорите, ремонтом, да? Потому что электронику нельзя продиагностировать, не ремонтировать. Вот у меня, например, не горит, там, нету нуля. Вот эти ремонтники забрали плату от холодильника и до сих пор введен. Она связывалась со мной, не объясняйте, я всю ее ситуацию знаю. Она со мной связывалась. Да, мне вот для того, чтобы уже все документы подготовить в суд, мне нужны данные этого человека. Так получилось, что, как бы, он засветил все у вас, да? Он там с вами какой-то договор даже подписал, соответственно, какие-то реквизиты указал. Соответственно, вот мне желательно вот эту информацию, чтобы мне в исковом заявлении указать, кто он такой. Я вам скину фотографии. Вот дело в том, что тут паспортных данных нету. Нету, да. А хоть что-то есть там, адрес... Адрес вот этот, который он указывает, юридический. Первый раз я его словила на том, что там указан юридический адрес Коминтерна 12. Вот. И когда вот эти вот уже все непонятки пошли, я говорю, я просто обратила внимание на этот адрес. Я говорю, а простите, в каком конкретно помещении Коминтерна 12 вы зарегистрированы? Ну, там вот это, я говорю, молодой человек, я 20 лет именно в этом помещении отработала. 20 лет. Я там знаю всех арендаторов. В следующем договоре он уже указывает 100-10, по-моему, адрес юридический. Единственное, что у меня есть достоверное, вот последняя плата за замену Креона, я переводила, потому что я отказалась платить сразу. Я уже научилась, я уже выкатила 14 тысяч, простите. Ну, как бы на тот момент ситуация была такова, что мне уже было все равно, лишь бы мне это сделали, и лишь бы это заработало. Каким-то образом. Вот. Ну, короче говоря, и я отказалась платить, я отказалась, что я подожду 3-4 дня, если все будет в порядке, я переведу деньги. И он мне оставлял свой личный номер телефона, который привязан к карте. И я вам скину даже чек этот. Да, но вот я говорю, мне нужно максимально собрать информацию, на кого подавать иск в суд, что будет не хватать, естественно, я через суд попрошу, чтобы они проверили, узнали владельца номера телефона, номера карточки и так далее. Да, вот это вот единственное, что у меня есть достоверно, потому что все остальное, мне кажется, это все липо. Ну, по крайней мере, у меня заявление не приняли. Понятно. Мы поржали и сказали, сама лакушка. А заявление не приняли где? В Ленинском. Ну, в суде или в полиции? В полиции. Ну, в полиции это понятно, там, ну, не хочу ругаться, но там одни мудаки работают, вот это если сильно не ругаться. Значит, такой вопрос. Так, что я хотел спросить, сейчас, секундочку. А, а договор он подписывал при вас, там его почерк, нет? Или он уже вам дал договор? Подписывал при вас, да? Да. Вот все два договора, и третий уже о том, что он заканчивал фреон, акт приемки. Все, он при мне все это заполнял. Ну, понятно. То есть, в любом случае, мы его установим, личность, так или иначе, мы его найдем. Вопрос только времени. Вот. Ну, от чего-то нужно отталкиваться, потому что у вас, по крайней мере, хоть какие-то бумажки есть на эту тему, а вот у Анны, я так понимаю, кроме устных слов, да, 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 то есть люди пришли, просто на честном слове отдали им эту плату, они пропали, сейчас вымогают деньги. И говорят, заплати деньги, чтобы там получить, ну, обратно эту плату. Ну, вот когда я как бы последний раз с ним разговаривала, я ему сказала, что говорю, вот так и так, я как бы буду обращаться, все такое прочее. Мне перезвонили, ну, якобы из их конторы, ну, там же все эти номера, они подложные, не настоящие, правильно? Неизвеждают. Вот. Ну, типа, мы вам доведем до ума холодильник, мы вам сделаем скидку 50%, я говорю, нет, ребят, так не пойдет. Я вам отдала 17 тысяч, два месяца вы мне трепали нервы. Я трижды выбрасывала полностью забитый холодильник, трижды. Как бы, ну, это несоредмеримо, конечно. Понятно. Если что, в суде будете как в качестве свидетеля? Обязательно. В лицо вы его сможете узнать? Помните, как он выглядит? Высокий молодой человек, он постоянно, ну, я знаю, это была такая черная мантия у него, как бы, накидка, достаточно высокий молодой человек, и у него выбрят и виски, и хвостик, длинные волосы, но Анна говорит, что сейчас у него хвостика нет, ну, вполне возможно. Вот. И дело в том, что потом уже, когда вот прошло время, все, и я обращалась, естественно, я купила бушный холодильник. И, когда приезжал мастер налаживать вот этот вот холодильник бушный, вот, он мне объяснил, он говорит, вы знаете, я в подобной конторе работал. И так, говорит, конкретно они тупо разводят людей на деньги, пользуясь ситуацией. Я вспоминаю, что, как бы, момент манипуляции со мной конкретно был, то есть у меня там определенные сложности были, но когда он увидел, что у меня коты-сфинксы, он на следующий приход там покажет, вот, у меня, ну, а мой котик-сфинкс, мы его так любим, и вот это вот. И все, я послыла, у меня уже мостик на лаженке. А такой вопрос, у вас вот эта ситуация когда произошла, в каком месяце, в каком году? Так, это было в этом году, вот я нашла даже специально договора. Так, сейчас, получается, вот я тут, сейчас я это сделала, а, вот, первые приходы, вот, 31 марта. Смотрите, я предлагаю сделать следующим образом, ну, раз я буду от имени Анны подавать исковое заявление, почему бы и от вашего имени точно такое же исковое заявление не подать? Ну, как бы немножечко напряженно у меня сейчас с деньгами. Нет, это, я понял, да, нет, я имею в виду, что это вам не будет стоить ни копейки, а для того, чтобы вот этого человека наказать, и чтобы все-таки сотрудники полиции на будущее, ну, скажем так, придать немножечко общественности данную ситуацию, потому что вот эти мошенники, они продолжают и дальше обманывать людей. Да, вот я вам и говорю, этот мастер, он мне и рассказал, говорит, что я прихожу, людям ремонтирую за минимальные деньги холодильники, а мне потом начальство выкатывает. Ты что, одурел? Ну, хорошо, давайте тогда сделаем следующим образом. Вы мне, ну, сбросите вот эту всю информацию, я тогда и от вашего имени подготовлю документы, вы их, соответственно, подпишите и в суд подадим. Чисто, чтобы судьи видели, что это как бы не штучный экземпляр, а то, что вот это мошенники, и надо реально устанавливать, кто это такой, пускай делают запрос в отдел полиции, чтобы полиция занималась конкретно установлением личности этого человека, там, паспортные данные и тому подобное. В любом случае у нас уже достаточно информации, по крайней мере, мы знаем, как его зовут, имя, фамилия, отчество, подпись его есть, там, какие-то адреса есть, ну, я думаю, что... Ну, адреса, я вам говорю, вот, начиная с того, что Коминтерна 12, это павильон возле вокзала «Цветы», я в этом месте отработала 20 лет. Я же всех там знаю, он не может там, как якобы, юридический адрес, не может его там быть, однозначно. И в следующем договоре, я уже смотрю, он пишет «Сомова юридический адрес». А у вас так, случайно, ну, нету его фотографии, видеозаписи, может, на странице где-то его видели? А как вы на него вышли? Я его искала ВКонтакте, я ВКонтакте его попыталась разыскать, я не нашла. А такой вопрос, вы на него вышли как, через Авито? Через Авито, через Авито я, вот, буквально, чуть ли не первое попавшееся объявление открытнула. И причем я потом даже вспомнить не могла, какой именно там телефон указывается в этом объявлении. А у вас не сохранилась переписка на Авито, вот именно, как вы обратились, ну, с данным вопросом? Нет, а я просто позвонила и вызвала мастера еще, я не переписывалась даже. Понятно, а понятно, что в телефонной книжке все равно исходящие звонки фиксируются. Может быть, посмотрите в марте, как вы говорите? Нет, они есть там, и они, я так думаю, даже в телефонной книге у меня есть эти номера, но они же подложные. Не важно, это мы будем уже устанавливать, что за номера и все остальное, как бы, понимаете, на мой взгляд, здесь группа лиц специально занимается вот этим мошенничеством. Это не один человек, это понятно, что есть так называемые менеджеры, которые собирают заявки, потом их продают, как с его слов из другого видео, которое мне Анна сбросила. Якобы они покупают вот эти заявки и потом по ним отрабатывают, ну, так скажем так, людей опускают на деньги. Дело в том, что вот, как бы, со мной еще связывалась некая, якобы, Московская фирма, которая, ну, как сказать, следит за выполнением заказов, что ли, вот как-то так. Вот, потому что, мол, типа, ваше оборудование находится в ремонте, что-то такое они мне писали. По всем вопросам обращайтесь по такому-то номеру телефона, вот. Это во-первых. И во-вторых, насколько я поняла, вот первый раз они пришли раздвоем, второго парня, я, правда, плохо очень помню, он один раз и был. Но, насколько я поняла, они занимаются еще стиральными машинами. А такой вопрос, вот вам, когда холодильник ремонтировали, они его забирали у вас вообще? Как происходил ремонт? Нет, нет, сначала они приехали вдвоем, вот они вытащили этот холодильник, выдвинули, там что-то он внутри лазил, там... У меня конкретно морозильная камера не работала. Вот, он внутри там что-то шаманил, перед, там сзади что-то, потом еще говорит, ой, у вас, говорит, тут провода погрызаны. Такое впечатление, что погрызаны. Такое может быть? Я говорю, да, у меня сделка сбегала, она шарилась по квартире, тут пригрызла все провода. Я говорю, может, он говорит, ну, давайте заизолируем. Я такая, ну, ладно, давайте заизолируем. И как бы я от него пыталась все время добиться цена вопроса, вот, и он как-то так уходил, уходил, переводил разговор на другой, и он мне по факту так и не ответил. А конечная сумма ремонта выкатилась 14,100. А холодильник сколько стоил, если не секрет? Слушайте, я его давно, конечно, покупала, но за 15 лет он мне, как бы, ни разу не подводил. Ну, это понятно, да, просто сейчас за такие деньги можно чуть ли не новый холодильник купить, ну, новый, понятно, что... Ну, тогда я его покупала за 25. Ну, нецелесообразно, конечно, ремонт, но такую сумму проще купить. Я понимаю, но я вам говорю, я уже подумала, когда немножко вышла из этой ситуации, что я, как я могла такое сотворить, я не знаю, я просто в такой ситуации была, что мне нужно было вот... Я не об этом думала, если честно. Ну, я понял, но это чисто мошеннические действия, я как бы убежден на 100%, потому что люди специально делают такую ситуацию, создают такую ситуацию, чтобы у людей потом вымогать деньги. Ну, на мой взгляд, это вымогательство, потому что под угрозой того, что там не вернут плату, там, то-то, то-то, там, какие-то запугивания требуют эти деньги. Нет, у меня они не забирали, нет, плату у меня тоже потом забирали, то есть они сделали все, он говорит, все, мол, типа, он разгонится, к вечеру начнет морозить. Ну, как бы, да, вроде бы, как заработал, вроде бы, как холод идет. Ну, как бы, три дня, и ни хрена он не разогнался. Я его вызываю снова, вот тогда он мне снимает тоже плату, отправляет ее на диагностику. И вот тут начинают происходить чудеса, то есть, то он занят, то диагностику не могут провести, то еще, в общем, вся эта байда около месяца длится. Так, а вот, когда он первый раз отремонтировал, что конкретно они отремонтировали, кроме как заизолировать провода? Ремонт, блок, управление, что ли, сборка, разборка, компрессор, у него такой почерк, что хрен его знает. Понятно, так, а он, они снимали с холодильника, увозили куда, или это на месте все было отремонтировано? Нет, первый раз на месте это все было сделано. А вот, когда он не заработал, не заморозил, вот, я начала скандалить, и я говорю, что, он говорит, ну, он же заработал, я говорю, так он не до вас так же работал, но он не морозит. Вот, он приехал, тогда он снял эту плату, и, значит, это, вот, игра была с этой платы. Я понял, а вы заплатили деньги за вот первое, то, что вы там говорите, он там, и сколько он с вас взял денег? Ну, вот, первый раз это было 14-100. То есть, он взял с вас деньги, но холодильник в итоге не работал, и потом он... Да, я обращаюсь снова. Он приезжал, и это уже получается, как бы, как, уже гарантийный ремонт, это уже получается, понимаете? Холодильник не заработал, то есть, якобы, вот, эта диагностика платы, и установить плату, это уже, как, бесплатно идет. В итоге он привозит, в конце, конечно, в итоге он привозит, устанавливает эту плату, но холодильник по-прежнему не работает. Так в итоге они отремонтировали холодильник? В итоге, опять же, там, через сколько-то дней я его сумела выцепить, он приехал и говорит, так у вас фреона нет в холодильнике. Я говорю, так, твою ж ты мать, что ты за мастер? Что ты спустя два месяца отледил, что в холодильнике нет фреона? И он не предлагает, я вам заправлю фреон. Вот это будет стоить, сколько кто-то пишет, 5,480, но я вам сделаю скидку 50%. Ну дальше? Я соглашаюсь. Он приезжает, заправляет, ну и составляет договор, все. Я говорю, ну я сейчас платить не буду. Вот я посмотрю, работает холодильник или нет, и потом я заплачу. Четыре дня он у меня проработал. Ну, через четыре дня я ему перевожу на его личный счет эти деньги. То есть, подождите, то есть, как только он закачал фреон, холодильник стал морозить, правильно? Да, но он проработал ровно две недели после этого. А потом что случилось? А все, он опять перестал морозить. Я что-то не понимаю, а что случилось-то? Так я не понимаю, что происходит вообще. Я вам говорю, я в процессе вот этого, вы представляете, потолок холодильник, я трижды выбросила полностью загруженный холодильник. Хорошо, а вот после того, как он закачал фреон, через две недели он перестал работать, вы к нему опять обращались, а с тем вопросом у вас опять не работает? Да, но уже по его номеру отвечает совершенно другой человек, и вот они мне предлагают, я говорю, нет, я пойду писать заявление. После этого якобы начальник мне перезванивает и говорит, ну, давайте урегулируем, мы доремонтируем, мы разберемся, мы его накажем, разберемся, все отремонтируем. Ну, надо будет немножко доплатить. Я говорю, нет, ребят, больше я платить не буду. Так, и чем все заканчиваются? Мне просто интересно, чем закончилось. То есть у вас... Больше меня никто не беспокоил, так скажем. То есть вы остались со сломанным холодильником и без денег, правильно вас понимаю? Да, да. Мне от вас понадобятся все контактные номера телефона, по которым вы звонили, по которым вам перезванивали, по возможности вспомнить, кого как зовут, вы говорите, вот какой-то там человек вам предлагал устранить. Я так понимаю, это группа лица работает по... Да, это группа, именно группа. Потому что в самом начале, когда я вот это вот скандалил, что я говорю, ну, как так, 14 тысяч, человек снял плату, и я не могу до него дозвониться. Какие-то якобы начальники мне звонили. Всякие, Леви, там, Александр и так далее. Хорошо, Елена, тогда я жду от вас всю вот эту информацию. Я буду готовить иск и с вашей стороны, и со стороны Анны. Я все-таки думаю, что надо их наказать, по крайней мере, они должны понести серьезные расходы. Не только по возврату вам денег за некачественный ремонт, но и понести судебные расходы, которые мы сделаем таким образом, что они их до копеечки заплатят в большой сумме. Для вас, я повторюсь, это будет стоить ни копейки. Ну, это очень хорошо, потому что сейчас как-то не очень. Как вот это вот покатилось с этим холодильником, и что-то одно за одно. Если вдруг узнаете, что кого-то еще они обманули, направляйте на меня, чтобы сделать как можно больше резонанс этого дела, и все-таки установить этих лиц. И я надеюсь, что все-таки сотрудники полиции проявят интерес и начнут проверять эту контору. Потому что я неоднократно слышал такую схему мошенничества, когда разводят, начинают чинить того, чего не поломано. Это вот есть компьютеры точно так же, там какую-то антивирусную программу якобы устанавливают. Там сумасшедшие деньги требуют людей, пользуются тем, что они не знают. Ну, просто мошенничеством занимаются. Вот, видимо, точно так же и с холодильниками, и с стиральными машинами поступают. Потому что в настоящее время уже вот эта техника тоже имеет достаточно много, там, компьютерные штучки есть, там, память, то-то-то. То есть, оно может не работать по какой-то банальной вещи, а человек не знает, и поэтому вот он не может никак восстановить. Вот они этим пользуются. Ну, я почему и говорю, что, во-первых, я в тот момент, я совершенно не об холодильнике думала, у меня достаточно серьезные были проблемы, и я совершенно не об этом думала. Просто не об этом. И опять же, вот этот вот чисто психологический момент, я задумала, что да, действительно, и так оно и было. Когда мои коты стали подходить, он, ой, а у меня у мамы тоже. И потом он в какой-то момент приходит к мне, вот он такой хорошенький, вот фотографии его, все. Когда он налажен. Правильно? Ну, это понятно. Это у них такая методика, войти в доверие и, скажем так, сделать вид, что они что-то делали, на самом деле они ничего не делали, и постоянно доить, 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 брать деньги, брать деньги, обещать, обещать, обещать. И в случае чего, говорите, у нас договорные отношения, чтобы сотрудники полиции не возбуждали уголовное дело. Потому что, как бы здесь усматриваются договорные отношения, потому что, ну, как бы они взялись за определенную работу. Вопрос в том, что они ее не делали и, в принципе, даже и не собирались сделать. Они делали только видимость, то, что они работают, то делают. То есть, они, возможно, чинили исправную плату, то есть, они сняли плату, потом ее обратно поставили, потом холодильник опять не работает. То есть, вот эта куча манипуляций, просто для того, чтобы вытягивать деньги. По факту, они не делали ничего. Вот я именно так усматриваю. Ну, почему-то тоже так кажется. Вот, и, скорее всего, фреон, который он там вам закачал, якобы, то и то же под вопросом, закачивал он его, не закачивал. Нет, он закачивал, тут какие-то баллоны привозил, закачивал. Только вопрос, был ли это фреон и в каком он был объеме. Так, и вопрос в том, насколько качественно он это сделал, если, опять же, сделал. Понимаете, визуально можно все, что угодно делать. Там и баллоны показывать красиво, делать видишь, что там что-то шумит. Я же говорю, мошенники идут на все. Они такое, так изобретательно все это делают. Поэтому не факт, что вам вообще фреон туда вкачали. А если вкачали, то сделали правильно, чтобы, ну, если бы он сделал все хорошо, он у вас бы через две недели, ну, продолжал бы работать. Нет, в принципе. Конечно, конечно. То есть, он, может быть, что-то и вкачал, но наверняка что-то сделал неправильно. Скорее всего, там, может быть, что-то не запаял нормально, что утечка опять этого фреона произошла. Вот, ладно, Елен, тогда я жду от вас информацию по нему, чтобы в понедельник... Хорошо, я сейчас по возможности все сфотографирую.